ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вопреки неутешительной статистике гибели на железной дороге, люди продолжают осознанно рисковать жизнью. Вместо пути безопасного выбирают тот, что покороче. Поезда бегают, не страшно вам туда-сюда? Страшно, за детей. А пока на одной стороне дороги местные жители все еще бегают на перегонки с поездами, на другой рабочие возводят конструкцию безопасного надземного перехода. Сейчас строители подготавливают так называемое свайное поле для заливки фундамента. Здесь возведут одну из двух опор будущего моста. Идем сейчас в графике. Вставаний у нас никаких нет. Дальнейшие планы – это свайное поле с той стороны второй опоры. И дальнейшие уже завозим пролетные строения и через временные опоры их монтируем. Затем, как продвигается строительство, следит глава городского округа. Дмитрий Волошин прибыл на объект и пообщался с представителем компании-подрядчика. Вердикт – все идет по плану. Есть лишь ряд технических вопросов. Вопросы технического характера – кто, когда, какой материал привезет на площадку, в какое время. Это больше вопросы хозяйственные, нежели вопросы проблемные. Мы видим сейчас, что нет отклонений по текущему графику строительства. И все-таки для нас еще раз важно было проверить, что предусмотрены два отдельных пути для высокоскоростных магистралей. Сейчас четыре пути, а будет шесть путей. Дополнительные пути учтены в проекте будущего моста. Так, его длина составит 90 метров. Весить конструкция будет 150 тонн. Полностью завершить строительство важного и нужного горожанам объекта планируют в июле 2022 года.